Сегодня я хочу вам показать самый простой способ превращения обычного Raspberry Pi в обычный домашний компьютер с монитором, мышкой, клавиатурой, ну и конечно же с нашей любимой хакерской операционной системой Kali Linux. Ведь тут не будет никаких проблем с root-правами, не будет проблем со встроенным Wi-Fi адаптером, который кстати работает в режиме монитора, да и вообще функционал этого устройства просто огромнейший. Да, все на таком вот компактном устройстве, которое я купил на Алиэкспрессе, оно идет вот в таком вот корпусе, но я его разобрал специально, чтобы показать это вам. Про Raspberry Pi я уже делал один ролик, но там я все очень сильно усложнил и в этом ролике я постараюсь исправиться. В общем посмотрим на его возможности, проведем наверное какой-нибудь тест производительности, посмотрим с какой скоростью будет брутиться пароль от моего Wi-Fi и в общем не буду тянуть, давайте начнем. Итак, чтобы собрать крутую хацкерскую станцию на Raspberry Pi, нам понадобится сам Raspberry Pi и еще очень важно иметь хорошую флешку, потому что с плохой у вас либо будет очень много проблем, либо вообще ничего не будет работать, ну такое себе. Поэтому давайте зайдем на и каталог и выберем хорошую карту памяти. Итак, неплохие у нас сделает сандиск и самсунг, объем нужен ну давайте например 16-64 гигабайт. Скорость записи конечно выберем побольше, чтобы у вас ничего не тормозило и не зависало. А теперь отсортируем по ценам и вот мы видим весьма неплохой вариант. Тут у нас диапазон цен, за которую эта карта памяти продается и собственно где ее можно купить. В принципе по цене она меня устраивает, теперь давайте взглянем на характеристики. 10 класс, это хорошо, она не будет тормозить. Есть класс UHS, что еще лучше. Да и фирма Samsung в плане карт памяти меня вообще ни разу не подводила, но на всякий случай давайте еще посмотрим на отзывы. Что тут у нас пишут? Всем советую, минусов нет, всем брать не раздумывая. Ну в общем берем. После того как мы все подготовили, теперь мы можем приступить к самому главному. Сейчас я покажу вам самый простой способ установки Kali Linux на этот Raspberry Pi. Ну и не только на этот Raspberry Pi, эта инструкция в принципе подойдет для любой версии, которая младше или которая старше, если вы смотрите этот ролик уже когда вышла новая модель. Для этого скачиваем официальный образ Kali Linux для Raspberry Pi. В него уже стройно модифицированное ядро и все нужные нам фишки вроде Wi-Fi с режима монитора будут работать сразу же после установки. Затем качаем утилиту Balena Etcher, при помощи нее мы запишем образ Kali Linux на флешку. В общем тут выбираем наш образ, вот этот вот файл архива с Kali Linux, это уже образ, не надо его распаковывать. Выбираем нашу карту памяти и начинаем запись. Затем вставляем флешку в наш Raspberry Pi, подключаем к нему монитор, мышку, клавиатуру и можем пользоваться им. И кстати, как в ситуации с обычным домашним Kali Linux, логин и пароль тут root, tur, root наоборот. Ну и все. Тут можно делать абсолютно все ту же самое, что вы можете делать на вашем обычном домашнем Kali Linux без каких-либо проблем. И если десктопную версию Kali Linux в 2020 году закосячили основательно, то тут все намного лучше. Интерфейс тут такой же, кстати, он реально приятный, все работает очень быстро и плавно, и иной раз забываешь, что работаешь не на полноценном десктопе, а на устройстве, которое можно купить реально за копейки. Что касается утилит, то все основное тут тоже на месте. Тут и утилиты для получения информации, анализ уязвимостей, проверка сайтов веб-приложений на защищенность, софт для работы с базами данных, атаки на пароли, атаки на беспроводные сети, утилиты для реверс инжиниринга, эксплоиты, снифинг и спуфинг, ну и конечно же раздел для пост-эксплуатации уязвимостей. В общем все основное тут есть, а то чего нет устанавливается через терминал. Он кстати, как вы можете увидеть, открывается от имени root пользователя, и все мануалы с моего канала, все что я снимал, тут работает без особых проблем. Но поскольку это линукс, без проблем здесь явно не обошлось. Я подключил сюда Ethernet кабель, и ничего. Ни доступа в интернет, ни доступа в локальную сеть я не получил. Я начал искать суть этой проблемы, и оказалось, что мне надо было просто подредактировать один файл, там был такой очень странный параметр, который отвечал за блокировку Ethernet порта. Я не знаю зачем они это сделали. Возможно это такой квест, типа, кто не пройдет его, тот не достоин пользоваться этой системой в полной мере. Может быть это какой-то баг, или какая-то недоработка, я уже не знаю. Но суть в том, что проблема решилась, и причем достаточно просто. Перед началом работы с любым линукс, это касается не только кали, стоит ввести несколько команд. apt-update для получения информации об обновлениях, и apt-upgrade-wide для установки всех обновлений. Итак, как я уже сказал, производительность этого устройства в обычном использовании, ну там торренты покачать, видосик посмотреть, меня вполне устраивает. На нем даже можно поднять собственный веб-сервер и сделать полноценный сайт. Если, кстати, кому-то это будет интересно, пишите в комментариях, я обязательно это покажу. Ну а что касается режима монитора на встроенном Wi-Fi адаптере, то здесь он также работает без каких-либо проблем. И запустив сканирование моей сети, мы можем проверить мою Wi-Fi сеть, можно ли ее взломать или нет. Об этом я, кстати, делал отдельный ролик, кто не видел, обязательно посмотрите. Но что касается других Wi-Fi адаптеров, то все, что есть в этой куче, также работает сразу из коробки. Для многих будет приятной новостью, ведь самый популярный TP-Link WN727N наконец-таки тоже начал работать в режиме монитора. И давайте, например, попробуем проверить мою Wi-Fi сеть на устойчивость к DOS-атаке через инструмент MDK4, по которому я тоже делал отдельный ролик. По умолчанию у нас его, кстати, нету, поэтому его надо установить. И чтобы никого не тревожить, стоит ввести такую-то команду, которая сменит канал, на котором работает ваш Wi-Fi адаптер. И, в общем-то, запускаем MDK4, и как можете увидеть, друзья мои, все мои устройства сейчас отключились от Wi-Fi сети, а это значит, что все необходимое нам тут точно работает. Что касается других инструментов, вроде Wi-Fi T, который нужен для автоматического подбора пароля к моей Wi-Fi сети, то он почему-то тут тоже не установлен по умолчанию, но легко устанавливается только одной командой. Ну а дальше никаких проблем не возникало, я просто загрузил файл словаря с паролями, ввел такую вот команду, тем самым запустив сканирование сетей. Потом выбрал для проверки на защищенность мою Wi-Fi сеть, да, конечно же, и в итоге у нас тут появился пароль от моей Wi-Fi сети, а это значит, что он очень легкий, мне его срочно надо менять. Но вот вам интересная проблема. Я решил провести тест производительности вот этого вот устройства и решил проверить, с какой же скоростью все-таки брутфорсятся хендшейки на этом самом Raspberry Pi. И поначалу все было вроде бы неплохо, 600 паролей в секунду для такого маленького мобильного устройства – это неплохой результат. Но буквально через минуту скорость начала падать, сначала до 300 паролей в секунду, а потом до 250. И я начал копать. В чем же вообще суть этой проблемы? Ну, как несложно догадаться, проблема была в перегреве вот этой вот фигни, которая просто-напросто нагревалась до 90 градусов, и из-за этого Raspberry Pi сбрасывал частоту процессора почти в два раза. И вот, в общем-то, падение производительности. Решение этой проблемы оказалось весьма банальным. Мне просто пришлось установить полностью корпус и поставить вот сюда вот такой вот маленький кулер. После того, как процессор начал охлаждаться, скорость перестала падать и на протяжении всего брутфорса держалась в районе 600 паролей в секунду. Поэтому, друзья мои, обязательно покупайте корпус с кулером вот таким вот маленьким, если вы, конечно, планируете использовать Raspberry Pi на полную мощность. Но если вдруг у вас только один монитор, то вам наверняка будет неудобно пользоваться этим устройством, потому что надо будет каждый раз переподключать этот HDMI кабель, мышку, клавиатуру с основного компьютера и сетевой кабель. И из этой ситуации, друзья мои, есть выход. Вам просто будет достаточно подключить сюда 5 вольт, воткнуть сюда доступ к интернету и все. Вы закидываете его к себе под стол и пользуетесь им без мышки, без клавиатуры и даже без монитора. И сейчас я покажу, как вы можете это делать. Для такой подробной настройки сначала скачаем утилиту CaliPyConfig. На официальной странице гитхаба этого проекта тут есть подробная инструкция. Просто выполняем это все в терминале под root пользователем и в конце концов начинаем настройку. Для этого запускаем сам CaliPyConfig и сначала включим автологин, чтобы избавиться от этого окна с вводом логина и пароля. Заходим в Boot Options, Desktop CLI, Desktop Auto Login, тут жмем Enter и еще давайте включим пятый пункт под названием SSH. Сейчас я расскажу, что это. После настройки перезагружаем в нашу Raspberry Pi и если он сам зашел в систему, то все отлично можем продолжать. Ну а теперь нам надо сделать так, чтобы у нашего Raspberry Pi был статический IP-адрес. Ну, чтобы каждое включение он не менялся. Делаем это в настройках сети. Правой кнопкой Edit Connections, Ethernet или Wi-Fi. Я, кстати, советую пользоваться Ethernet, потому что, если выбрать Wi-Fi, один адаптер у вас не сможет работать и по SSH и в режиме монитора одновременно. И тут вот в настройках IPv4 выбираем метод Manual и давайте жестко пропишем IP-шник, который сейчас нам выдан. Посмотрим оба команды IPA. Вот он наш IP Ethernet порта. В общем, добавляем новый IP и если у вас тут маска 24, как у меня, прописываем 255, 255, 255, 0. Ну и шлюз по умолчанию. Это адрес вашего роутера. Обратите внимание, что у вас тут будет вместо 88, 1. Это у меня так роутер настроен, поэтому не копируйте все подряд. Теперь наш Raspberry Pi готов к удаленной работе. Точнее, наполовину удаленной работе. К полностью удаленной работе он будет готов только если вы пробросите к нему порты, что в принципе делается достаточно просто. Ну а сейчас давайте подключимся к нему, находясь в одной сети. Ну а это я уже покажу на примере винды, хотя можно подключаться и с любого другого устройства, хоть с Android. Для работы нам нужен будет SSH клиент, например Bitwise SSH. Прописываем хост, это IP нашего Raspberry Pi, порт 22, имя пользователя root, тут выбираем пассворд и можно выбрать сохранение пароля. А он у нас, как вы помните, тур, root наоборот. Ну и вот мы получили доступ к нашему Raspberry Pi и тут у нас и доступ к файлам, то есть мы спокойно можем с ними сейчас работать, скачивать их, удалять, модифицировать и так далее. Ну а тут у нас, друзья мои, терминал открытый от имени root пользователя и сейчас мы какую бы команду не ввели, она будет выполняться не на этом компьютере, а на нашем Raspberry Pi с Kali Linux без каких-либо ограничений. Вот такие вот дела. Кстати, друзья мои, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы постим статьи про всякие такие вот интересные штуки, там очень много всего про Kali Linux, про информационную безопасность и вообще интересно, поэтому залетайте. Ссылочка на это все будет в описании под этим роликом. И что еще хотел сказать? До скорого! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok